Маркетологи Apple старались из последних сил, чтобы новейший смартфон iPhone X стал желанным для всего человечества. Нам его представили как революционный мобильный аппарат. По их заявлениям, количество инноваций просто зашкаливает. Ну что, друзья, эйфория уже прошла? Отлично! А теперь давайте разберемся, действительно ли все технологии, примененные в iPhone X, являются инновационными на мировом рынке смартфонов. Или нас опять обманывают? Я помню, как полтора года назад появилась ошеломляющая новость. Айфоны получат OLED-дисплеи, экраны на основе органических светодиодов. Мы получили надежду на еще более яркую и реалистичную картинку. На фоне этого многие как-то не задумывались, что Samsung Galaxy S оснащаются подобными матрицами с 2009 года. Так и вышло. Компания Apple заключила контракт на поставки OLED-матриц с компанией Samsung Display. На деле же получилось, что iPhone X имеет меньшую яркость, чем Samsung Galaxy S8. Корейцы обломали американцев? В следующем году еще один контракт на поставки OLED-экранов купертиновцам заключит LG Displays. Посмотрим, что из этого выйдет. Другие возмущаются, ведь iPhone X получил вырез под переднюю камеру и датчики прямо в экране. Такого точно нет у Galaxy S8. Зато какой вырез ранее уже использовал Essential Phone. Короче, ничего инновационного в дисплее у десятки нет. Предыдущие пять поколений айфонов имели алюминиевые задние крышки с пластиковыми полосками для антенны. И вот теперь iPhone X вышел со стеклянной задней крышкой. Из металла теперь выполнена только торца. Что-то подобное было у iPhone 4. У него задняя панель была покрыта стеклом. Однако полностью стеклянную крышку еще в 2015 году компания Samsung применила для Galaxy S6. С тех пор подобные технологии используются во всех Samsung Galaxy S. На презентации всем объяснили, что стеклянная задняя крышка необходима iPhone X для пропускания электромагнитных волн от беспроводной зарядки. Но тут, наверное, все все знают. iPhone X одним из последних флагманских смартфонов получил беспроводную зарядку. На сегодняшний день десятки смартфонов на Android оснащаются ею. Сама идея разблокировки экрана мобильного аппарата лицом в мире гаджетов появилась еще в 2011 году, когда была представлена операционная система Android 4.0. За 6 лет ни одному производителю не удалось довести до ума технологию сканирования лица. Samsung Galaxy S8 получил разблокировку лицом, но его оборудование не может делать 3D-сканирование. Благодаря этому Samsung можно обмануть обычные фотографии пользователя. Тут можно поаплодировать компании Apple. Они впервые воспользовались идеей разблокировки лицом и сразу же довели до совершенства эту технологию. Специальная камера TrueDepth с помощью множества датчиков может создавать трехмерную сетку лица из 30 точек. Ее можно использовать не только для идентификации пользователя, но и для развлекательных приложений. За дополненную реальность в iPhone X отвечает аппаратный блок в процессоре A11 Bionic и сенсоры, измеряющие глубину изображения. Среди популярных топовых брендов такая технология действительно является инновацией. Однако подобные сенсоры для дополненной реальности уже использовала компания Lenovo для фаблета FAB2 Pro. Тем, что iPhone X умеет снимать видеоролики в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду, можно удивить только корейцы из компании Samsung. Есть еще один феноменальный показатель – 240 кадров в секунду в формате Full HD. Однако рекордсменом в этом деле является компания Sony, которая оснастила свои телефоны функцией slow-mo и скоростью 960 кадров в секунду. Способность основной камеры iPhone X в режиме портрет выделять лицо и фигуру человека отдельно от фона действительно является инновацией. Ни один другой смартфон в мире пока не может создать такого эффекта. Как оказалось, iPhone X вобрал в себя множество уже применяемых технологий и усовершенствовал их. Обвинять компанию Apple в обмане, конечно, не стоит. Она просто обточила алмаз и сделала из него бриллиант. Бриллиант под названием iPhone X. А теперь игра. Угадайте, что это такое? Как называют данный смартфон? Пишите в комменты. Ну а теперь самое время поздравить победителя предыдущей игры. Итак, респект от FutureTime получает подписчик с ником 31Point. Действительно, телефон, изображенный в предыдущем видео, это Huawei. Новая модель P10. Мои поздравления. Подписывайтесь и почувствуйте нечто иное. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!